Чужой пример другим наука. Может быть вы этого и не знали? Но Михаил Юрьевич Лермонтов это и писал. Вы походу-то не въехали, но тогда газеты вершили миром. А сегодня это телевидение. И оно вершит, и оно делает праздник для души и для тела. Ну, для души понятно. Души мелких перцев затянуты игрушками. Для тела тоже. Продаем в реальности больше, чем все магазины города в раз. Где это? Да в Орионе. В оконцовке. В оконцовке сюжета и новогодние праздники это только для вас. Мы поехали в магазин Орион. И для чего мы сюда приехали? Сейчас я вам расскажу. То есть, чтобы вы поняли, господа бизнесмены, что телевидение это самый грамотный участник торговли. В том числе ничего и нет. Это даже не я сказал. Это сказал Гарри Гаррисон. Слышишь такого? Так вот, внимательно прочитайте. Гарри Гаррисон. Крыс-то из нержавеющей стали президентами. Понимаете? Вот он так и написал, говорит. Да не нужны мне ваши долбанные газеты. Какашки это все. Не нужны вам ваши долбанные радио. То же самое. Ему нужно было телевидение. Ну, он так и сделал. Человек получил. И получил он президентство. То есть, он сразу говорил, что круче телевидение ничего и нет. Это не я вам говорю. Это вам сказал нормальный человек из мира фантастики. Так что, господа, дальше думайте сами. Как мы работаем с Орионом? Шикарно мы работаем с Орионом. Вот что, что находится за моей спиной? Я попрошу сейчас камеру сюда не забирать. Это моя машина. Не зашла она в камеру? Не, не зашла. Ну, там все равно все ясно. То есть, вот эти все машины едут сюда. По одной простой причине. Почему не сюда едут? Вопрос замечательный. Потому что здесь цены грамотные, дешевые. Причем, вы все хотите водку, почему это все где-то там и не... Серьеза говорит. Для того, чтобы работать для вас, надо чувствовать. Чувствовать. А я чувствую. И приводит к нам из кучи других вещей. Вот такая жесть и внутри. Я не понимаю наших дельцов. Дельцов, вытягивающих ваши деньги из ваших карманов. Зачем все это, а? Да не стоили игрушки больших денег. Не было этого. Понимаете, я в детстве так же болел. В смысле, игрушками. Но давайте вспомним наше детство. По сути, ничего-то и не было. А теперь мы говорим о количестве. Я сегодня настолько люблю Орион, что, наверное, стал бы здесь жить. Офигенное количество игрушек. Реально большое и доступное. Недавно получилось. Мне просто дали видеокамеру. Восьми миллиметров переснять. Я просто внимательно посмотрел. Чем вы раньше играли? Мы играли хорошими грузовиками. Конечно, они были из металла. Но сегодня и сейчас есть и отечественные, и очень замечательные, хорошие грузовики. Настолько хорошие, что вы их просто не убьете. Не убьете вы их. Вот то, что за моей спиной находится. Эти вот ураганы. Они есть разные в действительности. И танк на них можно, и вертопёт, пожалуйста. Никогда вы их не раздолбите. Trust me. Я бы пытался, ничего не получилось в действительности. Вот. А остальные вещи из таких же материалов. То есть я не думаю, что вы когда-то сможете все это раздолбать. Цена вопроса. Вот 650 тысяч рублей. Вот, кстати, тут эвакуатор целиком. Другие техники. 350 рублей. И всё остальное. Ну, максимальная цена от 1000 с небольшим рублей. Но это не раздолбит. При этом, когда мы смотрели, всё было не таким, как оно сейчас. Сегодня и сейчас, вот посмотрите. Вот тот же самый ураган. Станком, да? Ну, понятно, что тот же самый масл. То есть разницы нет никакой. Шикарно всё сделано. С другой стороны, настоящие американские грузовики с капотом. Что там плохого? Всё здесь есть. Цена вопроса. Держи. За моей спиной, да? Люди покупают тюминги. Прошлый сюжет, и сын мой говорил, тюминги – это хорошая штука. Кроме всего прочего, здесь самокаты – это всё, что должно быть для зимы. И машинки другие. Но мы обратимся к другому месту. Да? То есть, как ребёнок может ездить? Сегодня и сейчас ничего не могут сделать. Очень много народу. Но было-то время, всего один инструмент стоял, на котором он мог кататься. Сейчас этих инструментов – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сел и катись. Ну и цена. Халява. Вот чтобы окончательно стало понятно. Да проходите, проходите, не беспокойно. Ну, видите, какой большой он человек. Настоящий вот такой. Вот. Снимает. Тоже интересно. Если бы я просто брал огромные машины. А, я даже ничего не буду говорить. Я даже не буду попытаться их перечислить. То есть, даже если вы сейчас сюда пройдёте, пункт номер один, вы себе машину купить никаких проблем не будете. Потому что машин так сто разных, больших, крутых, всё здесь есть. Ну вот, пока вы смотрите, я и объясню. Стандартные машины на радиоуправление на радиоуправление на радиоуправлении есть везде. Косяк один – 27 либо 40 МГц. Одну, ну максимум две можно. И то, если нет соседов вблизи. А так управление не получится. Мало того, папа нужен. Папа с головой, чтобы всё это отремонтировало. А если нет, то что? Завал. Здесь всё по-другому. Машин реально много. Так что можно и не косорезить. Взять точилу отличную от вашего маленького мужика. Чтобы вкуснее всё было в песочнице играть. Либо можно вознить и снег, если погода позволяет. Это я в том зале ступил. Такое тоже случается. Мне не буду с людьми беседовать. Ну, тут же праздники, представляете? Все берут себе для детей, естественно, машину. И не только машины, здесь много чего нужного. То есть мы ещё туда-то не зашли, только на машинах остановились. Там, я сказал, много. Да здесь гораздо больше. Самокаты, велосипеды. Абсолютно разные. Хотите, может её повезти снаружи. Хотите, он сам может съездить. К слову о том, опять же, что же я тогда-то беседовал. Вот сколько их. А вот это ещё интереснее стало. Вот он, вот он. Вот он, каталка. К сожалению, цен уже вырос. Мы будем надеяться, что у другого человека это всё дело случится. Посмотрите, супер. И это всё раскупается. Здесь правило простое. Оно везде. Мы работаем для вас. Для обыкновенных горожан. Да, денег у вас как-то слабовато. Поэтому цены низкие. Штуки этого реально хватит на несколько игрушек. Мы вам про это говорили. Теперь про события. Жалко, что 97% бизнесменов не имеет никакого образования. Вот это жалко. Хотя так же, как здесь. Ну, почему бы и нет? Без тараканов и косяков. Работаете с нормальным телевидением. Ну, со мной, допустим. С мозгами. Мы же не втираем ценники. Зачем? Мы вам показываем результат правильный. Вы скажете, где ещё есть такое место? Ну, где? Да нигде. Потому что это совместная работа хозяев и телевидения. Бизнес? Бизнес? Бизнес, виделись? Да проходите, пожалуйста. Я просто... Да заходите, заходите. Это же нормально. Я тут ничего не могу сделать. Это же бизнес. Вот так вот, когда дружишь с телевидением, у вас всё нормально получается. Реально всё красиво. Вот за моей спиной лего, да? Сколько у нас лего? Вагона маленькой тележки. Просто много. И лего не кончилось. Я, к сожалению, не закончил их покупать. Сейчас объясню ситуацию. Очень много. Ну, просто много лего. Хотелось бы ещё. Теперь возникает вопрос. Куда эти лего ставить? Пока я ещё не запустил свой дом в деревне, я ничего не могу сделать. Потому что, вы знаете, всё уже во всём лего стоит. Всё мы начинаем собирать. Мало того, я бы вам сейчас показал, дома в следующий раз покажу, как мы всё это лего делаем. То есть, я не всё дело собираю. Понимаете? Я собираю конструктора, да? А там есть ещё остальные вещи. Так вот, из этих остальных вещей, ну, чтобы вы поняли, да? Мы сделали три замечательных космических корабля. Ну, космические корабли абсолютно не такие, которые выйдут. По одной простой причине. В космосе можно создать всё, что угодно. Там нету сопротивления. Понимаете? Разогнали агрегаты. О, пошёл, лететь, лететь. Ну, ничего с ним не случится. Поверьте мне. Вот мы этим агрегат и собрали. То есть, ну, понятно, да? Ещё много чего осталось. А это лего. Понимаете? Причём это лего, ну, в цене в 2-3 раза дешевле, чем оно оригинальное лего. И его опять же так же берут. Я этих сетевиков не понимаю. Игрушек много, результата никакого. Прикидываете? Место чуть меньше и никакого результата. А везде аренда. Да, здесь она есть. Но за сумму одного агрегата там, я здесь 5 куплю, а то и более. Нет, ну, может, я малость тупой, но позвольте. Десятки, а то и сотни тысяч магнитогорцев и гостей города показывают правила. Здесь дешевле и вкуснее. Здесь, в магазине Орион. Вы не понимаете, почему вы так смеялись? Вы придите сюда и поймёте. Я уже думал, всё, дело на этом закончится. Не могу закончить. Ну, не могу закончить. Пункт. Как вы прекрасно понимаете, да, работники телевидения, у них есть явный и очень серьёзный недостаток. Потому что я прекрасно понимаю, что кто-то меня любит. Я вас так же сильно-сильно всех люблю. Причём я больше вас люблю, чем вы меня. Мало того, как вы прекрасно понимаете, у меня есть не очень хорошее заболевание, да? Рак мозга. Причём, как мне здесь показали, ну, к сожалению, по гистологии у нас тоже ничего не получается. То есть, то, что мне показали в других странах, показалось, что, в общем-то, всё не очень хорошо. Что касаемо рака мозга. Зайдите, пожалуйста, на YouTube. Никаких проблем нет. Видите, Челейкин, Куба. Челейкин, Куба, там всё начали. Понятно. То есть, я вам сейчас в действительности объясняю, что тут любое лечение рака мозга и вообще любого рака. Сумма небольшая. Всё, не больше миллиона рублей. Нет, не больше. Поверьте мне. Если кто-то начинает проезжать, ну, явно это швырок на деньги. Потому что я туда съездил, я это дело всё показал и вам это сделал, демонстрирую, что, ребят, круче Куба никого нет, и трассами езжайте-ка туда. К сожалению, к сожалению, вот у меня, как у работника телевидения, никогда не собирался таким становиться, поверьте мне, я собирался всю жизнь быть пилотом, но, к сожалению, не допустили меня дотуда. Вот, и теперь я стал телезв... Телезвик. Ну, понятно, да? А у телез... У него есть ещё и нехорошие товарищи, которые хотят его в действительности прикончить. Вот. И вот для них я купил оружие. Но в связи с тем... Но в связи с тем... Ну, и как вы прекрасно понимаете, куда я зашёл? В магазин игрушек, Криот. Вот. И до того, как я купил оружие, я сыну сказал, у тебя будет полный ассортимент оружия. Реальный. Я сюда также захожу. Каждый божий раз. А не видел? Не представляю, сколько у него оружия. Но сейчас едут. Вот так вот, мальчишки и девчонки. Сюжет пока не для вас. Но понять надо. Если ваша мама, папа, бабушка, либо дед, а то и брат или сестра едут в Орион, то счастье у вас будет более чем у кого-то. Я лично каждый месяц только сюда для сына и еду. Куда ехать? Ну, понятно, на север. Советская вокзальная и в сторону Солёного. Понимаете, в чём дело? Орион в эфире каждый месяц. Остальные так же хотят. Но лёгенькое отсутствие мозгов вам продемонстрирует, что надо обращаться к телевидению, грамотному телевидению. А для этого необходимо включить мозги. Мозги включаете, посмотрите, как это делает Орион. Вот у него всё, всё, всё в порядке. Я так же сюда захожу, я вижу результат. Потому что здесь нет ничего старого. Представляете, мы уже четвёртый год работаем вместе. Четвёртый год. Понимаете слово четвёртый год? Каждый месяц. Четвёртый год. То есть, я бы уже должен был, наверное, сказать, что всё. Я всё себе купил. А такого не получается. Потому что всё идёт. И идёт оно своим чередом. Идёт постоянное обновление товара. И вы обратите внимание, этот товар по цене никакой не дорогой абсолютно. То есть, я могу даже за 100 рублей себе купить то, что мне нужно. Вот это тема. Правильная тема. Спасибо. Спасибо.